Здравствуйте! Мы студентки третьего курса, третьего группы стоматологического факультета Стрельникова, Анастасия и Азизова Эльвира. Мы подготовили доклад, посвященный 77-летию со дня победы в Великой Отечественной войне на тему «Героические подвиги врачей. Великую Отечественную войну». На протяжении 5000 лет письменной истории человечества только 292 года прошли на Земле без войн. Остальные 47 веков сохранили память о 16 тысячах больших и малых войн, которые унесли более 4 миллиардов жизней. Среди них самой кровопролитной была Вторая мировая война. Для Советского Союза это была Великая Отечественная война. Это был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и своей профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое время медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность своему Отечеству. Их подвиги в военные годы неповторимы. Каждый советский человек старался приложить максимум усилий, чтобы прогнать фашистских захватчиков с родной земли. Врачи и медицинский персонал не стали исключением. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалея себя, вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна. Все это ради достижения одной цели – победы. Левченко Ирина Николаевна. Ирина Николаевна ушла на фронт добровольцам в первые же дни войны. В районном отделении Красного Креста ее назначили командиром отделения Сан-Дружины и определили наблюдать за общественными банями. Но такая работа оказалась ей не по нраву. В июле 1941 года она присоединилась к тыловым частям действующей армии. Как и многие другие санитарки, она занималась доставкой раненых с поля боя, перевязкой их и ассистированием во время операции. К маю 1942 года молодая девушка вынесла на своих плечах 168 раненых, которым она же и оказывала первую медицинскую помощь. В боях она также смогла захватить и доставить свою часть пленных и оружие. Во время боев на Керченском полуострове она подбежала к горящему танку и, открыв его люк, стала вытаскивать оттуда раненых. Позже она сделала раненым перевязки. Сама же при этом была тяжело ранена и эвакуирована в больницу. После многочисленных просьб девушке удалось добиться личной встречи с генерал-лейтенантом танковых войск Яковом Федоренко. Его просто поразила уверенность молодой девушки. Яков Федоренко знал, что во время войны курс училища был сокращен в три раза против нормального расписания, а значит и программа обучения была напряженной. После этой встречи девушку все-таки зачислили в Сталинградское танковое училище. В 1943 году Ирина Левченко окончила ускоренный курс Сталинградского танкового училища и снова отправилась на фронт. В 1961 году Ирина Левченко стала первой женщиной в Советском Союзе, которая была награждена медалью Флоренс Нейтингейл. Она получила эту высокую награду от Международного комитета Красного Креста. Данная медаль вручается медицинским сестрам за храбрость при оказании помощи раненым и больным, как военное, так и в мирное время и исключительную преданность своему делу. К сожалению, жизнь Ирины Левченко оборвалась довольно рано. Она скончалась в Москве 18 января 1973 года в возрасте 48 лет. Скорее всего, на ее здоровье негативно отразились полученные во время Великой Отечественной войны ранения. Была похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. В Москве одна из улиц города была названа в ее честь. Также на одном из фасадов дома на набережной установлена мемориальная доска, посвященная Ирине Левченко. Тоснолобова Марченко Зинаида Михайловна. Третья советская медсестра, получившая медаль имени Флоренс Нейтингейл. Перед самым началом войны девушка вышла замуж. Когда ее супругу призвали на фронт, она тут же отправилась на медицинские курсы, окончив которые ушла тыбровольцем. Несмотря на молодость, Зинаида никогда не делала себе поблажек и наравне с мужчинами шла в бой. Она оказывала первую помощь пострадавшим на месте, а также выносила их с поля боя и доставляла в госпитале. За восемь месяцев на ее счету оказались 128 спасенных жизней. В 1943 году девушка была тяжело ранена во время очередного задания. Тогда она спасала командира, но, к сожалению, тот погиб у нее на руках. Ситуация осложнялась тем, что у него были секретные бумаги, и Зинаида успела спрятать их до того, как с собственного ранения потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то увидела, что немцы добивают раненых на поле боя. Пострадала и она сама. Ее били прикладом по голове. Она снова потеряла сознание, и это спасло ей жизнь. Враг воспринял это как ее смерть. Чуть позже ее нашли на поле с серьезными обморожениями. Девушка была доставлена в госпиталь. Ей провели несколько тяжелейших операций. Однако из-за гангрены она лишилась рук и ног. После войны Зинаида не отчаялась и вела активную общественную жизнь. После войны инвалид Великой Отечественной войны первой группы Тузналобова жила в Полоцке. Умерла 20 мая 1980 года. Синяков Георгий Федорович В начале войны врач ушел на фронт хирургом медико-санитарного батальона. Вскоре он оказался с ранеными бойцами в плену у немцев. Пройдя через несколько концлагерей, Синяков был отправлен в Кюстринский лагерь смерти, где он начал оперировать раненых военнопленных. Весть о гениальном докторе быстро вышла за пределы лагеря, и немцы стали привозить к Синякову своих родственников. Добившись расположения гестаповцев, Георгий смог свободно передвигаться по территории концлагеря, а дополнительно полученный пай делить между другими заключенными. Вскоре врач возглавил подпольное формирование и стал помогать организовывать побеги. Синяков разработал мазь, которая хорошо заживляла раны, но с виду оставляла их свежими. Так, вылечив тяжело раненых, он делал вид, что лекарства совсем не помогают, а потом устраивал нервницам показательные смерти. В числе его пациентов оказались сотни спасенных солдат, в том числе известная летчица Егорова Тимофеева. После освобождения из плены врач около 15 лет работал ведущим хирургом медсанчасти на тракторном заводе Челябинск. Провел множество операций, неустанно оперировал многочисленных больных. Верной клятве Гиппократа Синяков оперировала немцам. Так доверием к хирургу прониклась охрана лагеря, и доктор смог передвигаться по лагерю свободно, бывать там, куда пленных не пускали, что впоследствии помогло в подпольной деятельности. Также он получил усиленный паёк, которым делился с ранеными, обменивал сало на хлеб и картошку, которые можно было накормить большее число заключенных. Вместе с немецким переводчиком Капралом Чахером, сочувствующимся русским, помог множеству пленных сбежать. Чахер, хорошо знающий местность, разогнатывал маршрут побега из Кюстрина, рисовал карту, которая вручалась вместе с часами и компасом тем, кто решался на побег. Чаще всего Георгий Фёдорович использовал имитацию смерти. Он научил больных притворяться умершими, констатировал смерть, тропы вывозили с другими действительно умершими и сбрасывали в ров неподалёку, где пленные воскресали. После окончания войны продолжил служить до 1946 года, когда был демилиберизован и переехал на постоянное место жительства в Челябинск, где жил до конца своих дней. Умер Георгий Фёдорович 7 февраля 1978 года, похоронен на Успенском кладбище города Челябинска. Валерия Осиповна-Огноровская Весной 1942 года добила зачисление, формировавшуюся 229-ю стрелковую дивизию. С июня 1942 года воевала на Сталинградском фронте. 23 сентября 1943 года в боях возле села Иваненке Валерия Осиповна-Огноровская вытаскивал на себе раненых и доставляла их на перевязочный пункт. В это время в направлении перевязочного пункта порвались два немецких «Тигра». Спасая раненых, Осиповна-Огноровская со связкой гранат бросилась под один из них и подорвала его, жертвуя своей жизнью. Бросилась под танк. В результате взрыва танк был остановлен. Такой ценой немецкая контратака была отбита. Снята угроза уничтожения штаба полка, а боевая задача была выполнена. После боя за село Вербовое местные жители нашли тело Игноровской и похоронили. Через год с воинскими почестями было произведено перезахоронение в парке возле Дома культуры совхоза имени Игноровской в Красноармейском районе Запорожской области. За мужество и героизм и образцового выполнения заданий командования указом Президиума Верховного Совета СССР 2 июня 1944 года Валерии Игноровской было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Подводя итоги, можно сказать, что история Великой Отечественной войны богата фактами того, как роль одного человека влияла на судьбы тысяч. Основную тяжесть спасения жизни и сохранение трудоспособности раненых бойцов взвалили на себя хирурги-медики в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за жизнь солдат во время войны, заслуживает глубокого уважения и почтения. Ведь, выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, а многие из них заплатили за нее собственными жизнями. На фронте и в тылу, днем и ночью, в неимоверно тяжелых условиях военных лет, они спасали жизни миллионных воинов. Ангелы-хранители, простых солдат и высоко поставленных офицеров, невидимый герой войны.